всем привет как я и просил вы прислали анкеты мужчин очередную порцию анкет сайтов знакомств и сейчас мы их будем разбирать не спонсор и не альфонс по работе на работе алка по пятницам будний спорт путешествие и прочий движ без чувства юмора вход воспрещен и до девушки плюс сай силиконовой части тела вы конечно прекрасно но не мой формат что такое спонсор в его понимании непонятно то есть наверное намекает на то что 50 то есть другими словами я за 50 на 50 так бы и писал дальше без чувства юмора вход воспрещен и вот часто девушки пишут я ищу мужчину чувством юмора дорогие бессмысленно это писать во первых большинство людей считает что них есть чувство юмора я не помню ни одного человека который говорит ребят у меня нет чувства юмора вы хоть одного человека в жизни вы такого видели который на полном все же говорит у меня чувство юмора но если это были это какие-то люди с психическими отклонениями человек без психических отклонений у него у всех и чувство юмора проблема в другом что она разная а что является основой чувства юмора это мышление да кто-то смеются над тупыми шутками поверхностными до глупыми значит у человека такое мышление кому-то важен юмор какой-то тонкие саркастические да там и так далее поэтому когда вы пишете там чтобы мужчина был чувством юмора или вы пишете себе у меня еще с юмора это ни о чем не говорит это все что я скажу у меня много увлечений это ни о чем не говорит то что непонятно какие увлечения непонятно на чем основаны эти увлечения надеюсь я понятно говорю да а работе на работе ну хорошо супер алкоголь по пятницам будний спорт вы тоже должны понимать что если вас это не устраивает я не пью и если мне жена там моя будущее сказать что я по пятницам пью у меня это вряд ли устраивает нормально то что к какой ли просто не пью просто для меня это отражение мышления да это значит человек находится на таком уровне развитости мышление убеждений что он считает это нормально для меня это не нормально это значит для меня что мы с этим человеком мыслим по-разному у нас разные ценности и обычно мужчины которые по пятницам там пьют обычно они там уходят в очень жесткий загул при этом есть девушки кто скажет сапчик ну ты такой требовательный мне нормально мне для меня такое в мужчине нормально окей если для вас нормально супер что здесь хорошего снова же он прямо об этом пишет он супер ему хочу пожать руку сказать сушит и красавчик или вот даже вот эти вот которые гадости пишут про женщин прямо мне тоже им хочется пожать руку за их честность что они не вводят вас заблуждение они сразу берет я такой мое мышление такое я вот так считаю я не прикрываю какой-то свой негатив какой-то красивой салфеточкой красивой белой рубашечкой и вот самые опасные это те кто строит из себя лучше чем они есть а вот который как будто бы пишет ну я вот такой супер класс уважение к этим людям даже если они разделяют их мышление я испытываю к нему уважение я уважаю честных людей я уважаю честных людей мне хочется чтобы этого в мире становилось больше честности и вытекающей искренности открытости и ясности потому что там где есть честность там есть ясность человек говорит прямо я такой то есть он он ясно показывает но когда я говорю я такой классный хороший идеальный я что я не даю вам ясность когда нет ясности там что есть тревожность неуверенность догадки и качели дальше максим не спонсор или фон что за фраза 2 уже но если ты 50 на 50 так и пиши я 50 на 50 что такое не спонсор и альфон что дайсон не подаришь на 8 марта да ты же не спонсор или что что такое не спонсор и не альфонс ну не альфонс понятно спасибо уже радует есть дочь живет с мамой родился и живу в москве и до жить есть где никому ничего не должен 43 года максим максимчик хочет доказать всем что он молодец когда человек хочет доказать я никому ничего не должен это значит что он на самом деле внутри на себя очень давит да то есть значит внутри до сих пор или очень долгие годы жил с ощущением что я кому-то должен да и мне как будто бы хочется это выплеснуть освободиться да никому ничего не должен на самом деле кажется что он где-то испытывает чувство вины по поводу того что все-таки он кому-то должен то ли маме то ли бывшей жене не знаю информации мало до родился живу москве есть дочь не спонсорный альфонс да такой чувак получается что я не спонсорный фонс и никому ничего не должен да то есть по сути человек который скорее всего и в работе в отношениях избегает ответственности скорее всего ответственность для него красный флаг и такой типа не трогайте меня я тут как-то живу существую ответственность это не для меня и вот допустим если бы я рассматривал такого человека как сотрудника в команду до сильного игрока в команду я бы такого человека не рассматривал потому что уже даже в этих маленьких трех строчках видно что человек избегает ответственности обычно это люди с которыми извините пожалуйста что-то хорошее не построишь дорогие именно поэтому я свой бесплатный онлайн-курс называю мужчина честная инструкция по применению без драмы и манипуляции я вам там не пудрю мозги не лью воду а я показываю честно и показывают честные инструменты которые кстати уже во время бесплатного курса вы отправите несколько классных рабочих эффективных смс ок это смс тест вы проверить какие мужчины вас окружать если хотя бы один мужчина вашей жизни данный момент который может дать вам деньги просто так помимо контента также психологические практики мы разберемся как привлекать достойных мужчин как перезагрузить непонятные отношения и как создавать по-настоящему счастливые отношения где один плюс один равно 11 честно без воды по сути и очень эффективно прямо сейчас под видео нажимайте на ссылку регистрируйтесь и до встречи это абсолютно бесплатно антон если ты написала привет и в ответ ждешь дефирамбов то ты тупая куколда кого ищу девушку себе под стать добрую нежную умную натуральную если ты накачала губы сделала тату берешь в рот айка 100 не обижайся что теперь они рассматривают как девушку для отношений тебя не рассматривают пообщаться здесь это не общение а извращение поэтому сразу не женат детей нет деньги соответственно если у тебя есть дети то делай выводы я не против детей но это уже чужая семья разве что можно хорошо провести максимально обиженный персонаж который думает что не из деньги но обычно люди у которых есть деньги они не пишут об этом они не пишут об этом прямо поэтому я так поздравляю что деньги есть но не так уж их и много очень требовательны к женщинам то есть он хочет святую а сам он женоненавистник а сам он ненавидит женщин учит их жизни то есть считает что ему что-то кроме привет должны писать я сочувствую тем девушкам которые соприкасаются с этим товарищем дмитрий сам хочу уточить чтобы не было недопонимания после развода есть высокооплачиваемая работа машина руки не в попе москвич живу на юге москвы и только серьезные отношения очень важно девушка если вам чуть дайте такие чувства как любовь и желание быть любимой не пишите собственно жилья нет так не совсем понятно да что машина есть работа высокооплачивая есть жилья нету также вот это манипуляция да девушка если не хочешь серьезно хочу не пиши мне девушка если ты не девушка не пиши мне очевидные вещи да или девушки если ты не пьешь воду не пиши мне зачем это указывать то есть это манипуляция то есть я хочу понять что такой весь хороший еще то еще только серьезных отношений да только вот серьезное все остальное вообще мне нет дорогие мои поймите если мужчина ищет серьезных отношений это не значит что он против горизонтального танца и если мужчина занимается горизонтальным танцем с кем-то, это не значит, что он против серьезных отношений в целом. И сейчас никого не защищаю и никого не оправдываю. Но вот эти манипуляции, что я ищу серьезного. То есть я хочу произвести впечатление, что я такой серьезный, что я типа несерьезных даже посылаю. Да никто несерьезный не пишет ему. Да не пишут несерьезные. Потому что несерьезные женщины, их гораздо меньше, да, их мало, их меньше. И поэтому нет такого, что они пишут, написывают, такой, ой, какой ты серьезный мужик, а я несерьезная девушка. Ну пожалуйста, ну давай договоримся, давай несерьезно. Он такой, нет, 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 я только серьезно. Ну это бред. И девушки на это ведут. Да, что ой, какой серьезный, ой, какой серьезный, да, он, ой, он не хочет серьезный, он не хочет вот этих вот непонятно несерьезного чего-то, да, там, отношений на одну ночь, он не хочет. Ой, какой. Это манипуляция. И если такое пишет, человек это, значит, манипулирует. И значит это, что он не готов к серьезным отношениям. Непонятно, но вот эти манипуляции, это дешево. И в эту дешевизну должны видеть за километр. Миша 42. Привет, я свободный парень за легкость и химию. Не женат и без детей. Может, я хочу простого человеческого. Пить с тобой кофе на пассажирском сидении и целоваться. Хочу найти здесь приятное общение, дружбу, серьезные отношения и обнимашки. А дальше посмотрим на развитие событий. Вы знаете, когда Миша 42 называет себя парнем, это очень плохо. Это очень плохо. За легкость их химию. Ну, то есть, эмоционально незрелый человек, который принимает решения на основании эмоциональных вспышек, ищет химию, веселье, такой чересчур романтик. Это относится к категории мужчин. Мы уже можем вводить с вами категории. Романтик, поверхностный, легкий, веселый. Да, в этом есть плюсы. Безусловно. И я уже говорил не раз, для каких девушек, женщин этот мужчина может дать ценность. Для или уставших женщин, выжатых, которые устали на работе, выгорели на работе, им нужно как-то развеяться. И Миша 42, 42-летний парень поможет им в этом. Либо такие же 42-летние девочки, которые тоже мыслят точно так же, как и Миша. Которые тоже хотят химии, хотят пить кофе на пассажирском сидении, обниматься и мечтать о будущем. И ничего, не перекладывать никаких усилий в реальной жизни, для того, чтобы ее сделать качественной и благополучной. Алексей 43. На разок, два, три неинтересно. Содержанки, платная любовь, встречи за подарки. Лесом женат. Интересно. Не понял. Ну, во-первых, можем вводить категорию манипуляций. Очень часто мы уже обнаружили манипуляцию, что на разок, два, три неинтересно. Дешевая манипуляция. Поверьте, ему очень даже интересно. Если ему напишет девушка с предложением, давай разочек, там где-то станцуем, танец горизонтальный, там как-то так тихоря. Хочется как-то расслабиться. С удовольствием наш Алексей 43. Бросит все и помчится навстречу. Содержанки, платная любовь, встречи за подарки лесом. Жена. То есть, получается, он ищет любовницу, но при этом бесплатно. Супер. Ну, даже если так. Алексей, а в чем твоя ценность? А ты зачем? Ты зачем этой девушке, которая, допустим, ищет любовника, женатого мужчину? Зачем ты ей? Потому что тебя зовут Алексей? Потому что ты написал, что на разок, два, три неинтересно и ты этим, типа, выделяешься этой манипуляцией? Ну, в чем? В чем суть? Конечно же, с таким товарищем может согласиться только падшая девушка, ну, которой уже там вообще ничего в этой жизни не нужно. Я клянусь, не очень понимаю вообще, какая девушка, но такое может отреагировать. На фотографии он там в машине за рулем и в очках солнцезащитных такой весь, такой в черном одет. Смешно. Честно, смешно. Я думаю, что маловероятно, что ему вообще круто пишут. И правильно делают. Спасибо. Спасибо.